В середине сентября этого года Национальный банк предложил белорусским школьникам записать и отправить нам коллективные видеопоздравления с 25-летием белорусского рубля. Самой креативной, самой творческой нам показалось видеопоздравление работа пинских школьников. Эти школьники стали сегодня первыми посетителями обновленной экспозиции Музея денег Национального банка. Мы им покажем театрализованное представление, посвященное белорусскому рублю. Мы проведем для них викторину по финансовой грамотности. И кроме того, их еще ожидает обзорная автобусная экскурсия по городу Минске. Честно, это был шок. Это был урок. Во время урока поступил звонок. Нам сообщило, что мы выиграли. Крики, визги. Я не могла поверить. Мы очень волновались перед поездкой. Мы готовились. Здравствуйте, ребята. Проходите, не стесняйтесь. Для того, чтобы в жизни быть успешным, надо быть инициативным и креативным. Вот это компьютер, за которым я работаю. Но у меня есть еще один компьютер. Вот такой планшетик легенький. Это он мне обеспечивает удаленный доступ к моему главному рабочему месту. Мне больше всего понравились деньги старинные. Они очень красивые и состоят из всяких руд. К примеру, золото и серебро. Мои мама с папой пользуются безналичными деньгами. А вот постарше люди наличными. Мне нравится больше безналичное, потому что могут деньги забрать, ты сразу можешь заблокировать свою карту. Без финансовой грамотности представить современного человека крайне сложно. Отправляясь сегодня на работу, мой внук, которому 4 года, он сказал, конечно, дедушка, иди на работу, заработай денежку, придешь и купишь мне машинку. Вот это понимание у детей, внуков, что просто так с неба ничего не сыпется, его нужно формировать, ну и приучать к работе. Мне очень понравились ребята. Они такие живые, креативные. Мне очень понравился их ролик, который они сделали. И, конечно, я верую, что если у нас такие растут замечательные дети, то все у нас будет хорошо. С днем рождения!